В Ржевском районе губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам расширения комплекса на площадке Ржевского мемориала советскому солдату. Участие в обсуждении приняли депутат Госдумы Владимир Васильев, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков и епископ Ржевский Торопинский Адриан. В соответствии с поручением главы государства уже в 2020 году началась работа по расширению мемориального комплекса. Концепция дальнейшего развития подготовлена при участии специалистов Российского военно-исторического общества, а также в Музее Победы на Поклонной горе. Центральное место займет комплекс «Ржевская битва». В него войдет иммерсивная экспозиция, которая будет включать объемные декорации, крупногабаритные макеты, исторические экспонаты, скульптурные композиции, мультимедийные инсталляции. Глава региона подчеркнул, важно отразить всю историю Ржевской земли, довоенную, годы Великой Отечественной войны, возвращение к мирной жизни. Создание музея современного, которое бы осуществляло и проследовало бы связь поколений подвига наших солдат во время Великой Отечественной войны, будет способствовать не просто воспитанию нашей молодежи, сохранению будущего нашей страны. Помимо экспозиционных зон, комплекс будет включать лекторий, залы для проведения образовательных мероприятий и встреч, кинозал, информационный центр и другие помещения. Объект будет полностью адаптирован для посещения гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, по поручению губернатора, в состав комплекса будет включен зал новейшей истории, посвященной специальной военной операции на Украине. В эти дни наши войска, защищая русскоязычное население, уничтожают там неонацистов, которых многие годы взращивали власти этой республики. И задом возвращены имена фашистовавших на территории Украины карателей. Восемь лет мы пытались использовать международные права партнеров по норманским соглашениям с тем, чтобы защитить русских, которые проживали в Украине, на своей территории. Планируется, что в комплексе будут работать не только постоянные экспозиции, но и временные. Идеи по их наполнению смогут предлагать сами посетители. Кстати, их новый музей сможет принимать до полутора тысяч человек в день. Глава региона поставил задачу полностью завершить реализацию проекта к 80-летию Великой Победы.